всем привет сегодня посмотрим еще на один способ интересной оптимизации то есть уменьшение действий процессора или уменьшение операции процессора короче короче смотрите делом не вот операция логическое и сравнение вот у меня есть структура в которой ну такие вот три переменных булевский есть типа если питание сеть ли есть и с этим с диском все ли нормально и это может быть там много каких-то компьютеров сети вот и надо каждый раз пробегаться по всем и опрашивать но это грубо говоря вряд ли такое вообще возможно это сделалось бы совсем по-другому но в качестве примера пойдет так вот смотрите у меня есть и в котором я сравниваю эти три перри если power из окей и нетворк языки и сторож из окей там какой-то счетчик увеличиваем вот 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 так вот суть оптимизации в том чтобы заменить вот это булевской и на побитого операцию и то есть ну не то есть а смотрите это может дать прирост в производительность потому что потому что к примеру если мы напишем что нибудь такой чар с да и си равно и давайте тут еще булл б а б а давайте короче b1 b2 b3 так вот если c равно b1 и b2 вот и пусть это тоже буллиан будет буллиан ой булл с другого языка вот так вот смотрите вот эта операция на самом деле на самом деле если разложить то нужно что сделать чтобы компилятор сделал если b1 равны не равно нулю то если b2 не равно нулю то c равно там true иначе а иначе у нас если b1 не равно true то c равно 0 и дальше у нас если b1 равно 0 ну короче там внутри еще это несколько и fall и пару else на то есть это далеко от оптимального решения соответственно можно всего лишь сделать вот так вот чтобы произошло по победу то есть выполнилась побитого операции и соответственно если тут единичка а здесь 0 кто врезать будет нолик если же здесь единичка здесь единичка это будет единичка самое главное не обращаю ваше внимание чтобы вот здесь в качестве b2 или там возможно b3 вот вот так вот b3 не было никаких выражений потому что если это выражение то тут вы понимаете что в любом случае будет выполнены все эти операции то есть если вот это в качестве b1 b2 b3 будет выражение, ну к примеру функция, вызывающаяся функция которая возвращает bool, то это уже можно назвать выражением. Так вот она будет в любом случае выполнена, что уже делать нельзя. Это такой опасный скользкий путь. То есть в этом случае мы знаем, что если b1 не равно true, то все это дальше выполняться не будет так как не имеет смысла. В этом же случае в этом же случае будет выполняться все. То есть данная оптимизация работает вполне себе нормально но при определенных условиях то есть к примеру на этом примере она работает. Если мы добавим парочку еще булевских и сделаем то же самое возможно работать не будет возможно будет лучше работать если это будет вот ну будет сравнение двух булевских переменных возможно. Ну короче все то же самое и для операции или вот то есть вместо и булевского ну логическое мы можем втулить вместо или можем втулить или операцию побитовую вот короче будьте внимательны и осторожны чтобы не перегружать чрезмерно но потому что тогда теряется смысл оптимизации ну короче я думаю идею вы поняли давайте сейчас запустим тесты тесты запустим без так без оптимизации давайте я оптимизацию отключу и так оптимизация отключена проверяем собираем и проверяем на трех компиляторах силенг для силенга у нас более нот оптимайзет нот оптимайзет кстати да я заметил вот эти скачки они заметны когда я делаю запись пишу видео ну когда запущено что-то вот типа скрин рекордера по другому их вроде нету так GCC то есть смотрим без оптимизации без флага оптимизации у нас как бы на силенге оптимизации не произошло то есть наша якобы оптимизация работает медленнее GCC то же самое тот же самый результат якобы наша оптимизация должна была оптимизировать но ничего не получилось ну и давайте Intel C Compiler посмотрим так то же самое тот же самый результат вот так вот теперь я меняю везде на давайте на O2 поменяю O2 сразу поставим рекомендуемый уровень оптимизации так и запустим пересборку всего ну и здесь по идее все должно улучшиться так 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 давайте C Leng что у нас по C Leng не оптимизированная версия 10 тысяч миллисекунд а оптимизированная версия на 2000 меньше то есть как вы видите уже результат налицо давайте GCC GCC результаты примерно те же да ну как те же немного медленнее чем у C Leng ну C Leng в большинстве до этого случая примерно примерно в большинстве выигрывал ну оптимизатор его и давайте интеловский C компайлер ух ты блин смотрите интеловский C компайлер очень интересные результаты смотрите он без оптимизации сам соптимизировал вот вот ту проверку тот и у него и он выигрывает у всех даже при неоптимизированной и оптимизированной версиях а вот наша оптимизация для интеловского компайлера что-то оказалось не очень оптимизирующей вот ну это все показывает вам то что все сильно зависит от компилятора от типа оптимизации и еще и от архитектуры вот я тут решил еще кое-что сделать 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 вот так вот всегда присваивать и тому к примеру вот 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 так вот там if все-таки а здесь а здесь у нас не if немного может отличаться так вот вот такое так что здесь не так а ну да надо power языки во и сейчас сделаем аналогичные тесты и на этом закончим вот а здесь а здесь вместо логического и побитого операция вот вот так вот сделаем вот так вот так ну тут принципе наверное в else а хотя тут все равно else не else все равно надо это сделать ладно пробуем 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 сейчас еще это сделать и все ну это я так уже знаете экспериментирую вы поэкспериментируйте кстати сами потому что потому что это это только что пришло в голову думаю почему бы не попробовать и вот пробуем при о2 что происходит при о2 ну при о2 вот уже мы оптимизации в принципе в принципе оптимизации не добились да опять скачки пошли а скачки пошли только наверное потому что а ну вот нормально смотрите для силенга что у нас произошло а произошло то что оптимизации особо не было вот немного изменили в коде то есть до изменений была оптимизация после изменений ее нету давайте GCC посмотрим и Intel у GCC ситуация такая же такая же то есть смысла нету запускать еще раз и давайте Intel так ого ого вот так вот как вы видите ничего не помогло вот 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 ну ну и в принципе наверное все я хотел кое-что еще изменить но я думаю вы попробуйте это все сделать сами так вот суть идеи я думаю вы поняли применять ее нужно аккуратно и конечно же избегать всяких выражений в вот этих A, B, C ну грубо говоря да там перемены вот и я думаю будет неплохо работать себе если будет 2-3 переменных не больше вот ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайк комментируем всем пока